Приветствую вас! И первое, что я хотел бы сказать, это то, что прекрасно вас понимаю. Я понимаю, что с одной стороны, вы хотите быть с парнем, вы его любите, вы хотите быть с ним, с другой стороны, вы не желаете быть с его мамой, потому что понимаете, что она не принимает вас, не старается найти общий язык, вы знаете, что с ней общего языка вы не найдете, а мужчина продолжает на вас давить, продолжает обвинять вас с чем-то и так далее. И вы знаете, какая происходит интересная ситуация. В этом случае, в вашем положении, лучше всего чувствует себя именно ваш молодой человек. Ему хочется, чтобы с ним и мама была рядом, и вы, и чтобы вы ради него терпели проблемы какие-то, связанные с ним, с его квартирой, с тем, что он, по сути, не может за пять лет ваших отношений, не будет приобрести собственную квартиру. То есть, вместо того, чтобы приобретать свою жилку, мужчина принуждает вас приехать к нему на квартиру, где есть мама, которая, естественно, вас не устраивает, потому что это его мама. И она, как это обычно бывает, ревнует его к вам, и в результате возникает проблема. Вы знаете, в этой ситуации вам, поскольку о вас никто не думает, поскольку ваши интересы никто не защищает, нужно реально прекратить общаться с мужчиной. Вот на данный момент это то, что вы можете сделать. Более того, для своего душевного, психического равновесия и здоровья, это то, что вам сейчас обязательно нужно сделать. Именно так вы сможете привести свои мысли в порядок, выбраться из вот этого вот круга, то есть ваш молодой человек, его мама, ваш молодой человек, его мама, и понять, от чего же, собственно говоря, вы хотите сами для себя. И вообще, нужен ли вам такой молодой человек, который хочет, чтобы вы жили с его мамой рядом, при этом, зная, что вы с ней не ладите. То есть, заведомо заранее обрекая вас на переживания, на страдания, на стресс. Нужен ли вам такой мужчина? И если нужен, то почему? Чем он вас привлекает? Тогда вы пишите, что вам не хочется, чтобы кто-то к вам подходил, хочется свернуться к клубочкам. И это желание вполне естественно. Знаете, почему? Потому что вы не чувствуете, что вас кто-то любит. Вы не чувствуете, что о вас кто-то заботится. Ваш парень за пять лет, вероятнее всего, вдумает, что вы принадлежите полностью ему. Что вы никуда от него не денетесь, что вы всегда будете с ним, что вы никуда не уйдете, что вы рано или поздно согласитесь на его условия. Вот именно это и нужно убирать. Именно с этим и нужно бороться. Нужно в первую очередь показать, что нет. У вас есть свои интересы, которые вы будете защищать. У вас есть свои границы, которые вы никому не позволите переходить. И у вас есть свои представления о мужчине, которые вашему парню не дано изменить. И задайте себе вопрос. Разве мужчина не должен устраивать все, чтобы женщине было удобно? Разве любящий мужчина не будет делать для нее все, чтобы ей было хорошо, чтобы она была счастлива? Если да, то почему ваш мужчина этого не делает? Спросите себя. И далее спросите себя, а что вас, собственно, с этим человеком вообще связывает? И так ли сильно вы в нем нуждаетесь? Ведь он, по сути, обрекает вас на страдания, на боль. Собственно говоря, побыв какое-то время без него, переосмыслив свои чувства к нему, свои мысли, свои желания, свои цели, то, что вам может сейчас нужно, вы сможете более четко представить себе, куда вы хотите идти, с парнем ли вы хотите идти, то есть, вот, хотите ли вы именно связать отношения свои именно с этим мужчиной, и тогда уже поговорить с ним и обозначить свои условия. Если мужчина о вас не заботится, вам нужно заботиться о самой себе самостоятельно, потому что кроме вас никто этого не сделает. И вот, придя к какому-то решению, выявив какую-то стратегию поведения, обозначив какой-то план действий, чего вы хотите, придерживайтесь его, придерживайтесь только его, и никому не позволяйте сбивать себя с пути. И тогда у вас все будет замечательно. На этом все, надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго.